Во время Великого Поста в российских храмах совершается соборование или правильнее елеосвящение. Своими корнями это таинство уходит еще в апостольские времена. Священник читает молитвы, в которых призывается благодать Божия на масло, именуемое по-церковному елей. Подробнее об этом таинстве Православной Церкви и о подготовке к нему в сюжете телестудии «Свет миру» Липецкой епархии. Во время Великого Поста в храмах совершается таинство соборования или елеосвящения. Это одно из семи таинств Православной Церкви. Оно было установлено в апостольские времена для исцеления болезней тела и души верующих. Таинство соборования, любое таинство, это священное действие, при котором невидимо присутствует сам Господь. То есть в любом таинстве человек получает Божью благодать, особую силу, которая исцеляет, вразумляет, просвещает и укрепляет человека. Во время соборования священнослужителями семь раз читаются апостол и Евангелие. После каждого чтения священного писания священник крестообразно помазывает лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и руки верующего освященным елеем. В таинстве соборования прощаются забытые грехи, если верующий серьезно подготовился к этому таинству. Человек не исповедовался полгода и идет собороваться. А смысл? Если он не покаялся в грехах, которые он помнит, а идет просить, чтобы Господь ему простил забытые. 26 декабря 2012 года комиссии межсоборного присутствия был принят документ о чинопоследовании таинства еле освящения. В болезни человеку положено собороваться один раз. Один раз человек соборуется в год. Но при необходимости, по благословению священнослужителя, к таинству соборования человек может прибегать и чаще. Также в документе, который был рассмотрен в рамках заседания Священного Синода, было говорено, что при необходимости к таинству соборования могут прибегать и дети, которым нет семи лет, то есть в тяжелой болезни. Верующим необходимо преодолеть предрассудок о том, что соборование совершается только над умирающими людьми. До революции чистый четверг был выходным днем во всей России. И в этот день все наши предки старались исповедоваться, причаститься и пособороваться. Даже здоровый телом человек болен душевными заболеваниями, такими как уныние, отчаяние, гнев, осуждение, сквернословие, которые также нуждаются в лечении. Анастасия Хохлова, Евгения Хридина, телестудия «Свет мира» Липецкой и Лецкой епархии для телеканала «Союз».